Я вот не понимаю, о чем ты думал? Позволь тебе все-таки напомнить, о ком мы говорим. Это шаман! Тот самый шаман, который весь год уничтожал всех, кто стоял у него на пути. Шаман, который элиминировал 8 человек из королевской битвы на ультиматуме. Единственный, кто за полтора года удержал Акелу дважды! И это была твоя идея? Да с таким же успехом ты мог просто броситься с моста! Броситься с моста? Забавно. Да, я напал на шамана. А знаешь почему? Напомните, что было на эпикоте, как шаман вмешался в мой матч и решил у меня возможности стать чемпионом. А что было потом? Ты помнишь? Ты пошел к Медведеву, у меня был международный матч, потом пару экстремальных матчей. Нет, я не то чтобы жалуюсь, это был хороший опыт, неплохие матчи, интересные соперники, но все же шаман вышел сухим из воды. Никаких последствий для шамана не было, и поэтому я вышел и сделал то, что нужно было. Как бы теперь последствий не было у нас? Тихо, тихо. Не переживай. Я не боюсь шамана. Как бы его там многие не считали монстром или еще что-то. Я так не считаю. Если шаман не дурак, то он все поймет и продолжит заниматься своими делами. А если он захочет продолжить, что ж, я готов продолжить нашу немаленькую войну. Страшно признавать, но доля правды в твоих словах есть. Только давай условимся, что все свои подобные решения ты будешь принимать отныне вместе со мной. Потому что сейчас, как бы мы с тобой оба не пожалели о том, что ты сделал. Продолжение следует...